Библейский портал экзегет.ру представляет Приветствую вас, дорогие братья и сестры, на библейском портале экзегет. Мы сейчас рассмотрим книгу Священного Писания, но очень такую вот редкую, которую, может быть, многие даже не открывали, а некоторые даже и не слышали. Это соборное послание святого апостола Иуды. Вот когда мы говорим имя Иуды, у нас такое нарицательное стало это наименование, тут же вспоминаем мы предателя, который вкрался в число учеников, который изображал себя вроде бы таким вот тоже верным апостолом, а в определенный момент нанес удар из-под тяжка. Но на самом деле имя Иуды в первом веке было очень и очень распространено. И вот из Евангелия мы знаем, что были братьев Господни, то есть те, кто родился от Иосифа Обручника, от первого его брака. Ну, либо другая. Есть такая версия, что это двоюродные братья Спасителя, то есть, возможно, у него были именно двоюродные братья, и даже вот перечисляются их имена, их четверо. Это Иаков, Иосия, Симон и Иуда. Вот первым, как правило, упоминается Иаков, и с его именем связано соборное послание Иакова. Этот Иаков был главой Иерусалимской церкви. Поначалу-то братья Христовы не веровали в Спасителя, но уже после крестной смерти и воскресения Господа они становятся его учениками, тоже апостолами становятся. Иаков становится первым иерусалимским епископом, а Иуда, младший брат среди этих братьев Господних, он тоже сподвижник, проповедник, и вот именно он и написал это соборное послание. Итак, читаем. «Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова, призванным, которые освящены Богом Отцом и сохранены Иисусом Христом, милость вам и мир, и любовь доумножатся». Это такое христианское приветствие, когда желают милость, мир, любовь, чтобы все это приумножалось в христианское общение. И здесь упомянуто, что, собственно, христиане – это кто? Это те, которые освящены Богом Отцом и сохранены Иисусом Христом. Сохранены для жизни вечной, потому что Христос наш Спаситель, а христиане – это его удел, удел, который он сохраняет, как вот пастырь сохраняет свое стадо, защищая его от каких-то волков, идущих извне. И апостол Иуда пишет свое соборное послание как бы некое предостережение от вкравшихся таких вот лжебратьев. И еще дает некие важные наставления. «Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, об общем спасении, то есть, что Господь на самом деле всех ко спасению призывает, я почел за нужное написать вам увещание, подвязаться за веру, однажды преданную святым». То есть, фактически, здесь идет о чем речь? О том, что первым христианам когда-то однажды передана вера. И под святыми в данном случае подразумеваются первые христиане. И у апостола Павла обращение к первым христианам идет как к обращению к святым. Святые, ну, в каком смысле? Конечно же, в том смысле, что они освящены Христом. Они одна, один, так сказать, удел Христов. Собственно, святость, святость – это исключительно Божие качество. Только один по природе свят, свят Господь Бог ваш. Но он говорит, будьте святы, как свят я, Господь Бог ваш. Это еще в Ветхом Завете мы читаем. Таким образом, святость человеческая – это приобщение к святости Божией. А эту святость дарует людям Христос. И вера, которая дана христианам, она однажды передана. Вот она передана, ее нужно хранить сквозь века. В связи с чем святой Иуда это напоминает. Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к всему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. То есть, появились какие-то люди. Ну, собственно говоря, это всю историю так было, есть и будет. И Спаситель говорил, что будут вот эти вот плевелы. И он говорил, должно прийти соблазном. Горе миру от соблазнов, ибо должно прийти соблазном. Но горе тому, через кого соблазн приходит. Появлялись вот эти люди. Сказано, что они обращали благодать Божию в повод к распутству. Ну, видимо, о чем идет речь? О том, что Божьей благодатью людям стали отпускаться грехи, прощаться грехи. И появились те, которые сказали, ну, раз благодать прощает грехи, то можно жить как хочешь и вести себя распутно. И в наши дни, кстати, вот тоже у нас может возникнуть такой соблазн, что вот мы ходим на таинство, покаяния, на таинство исповеди. И мы говорим, ну вот, слава Богу, слава тебе, Господи, грехи нам отпустились, поэтому мы дальше тоже до следующей исповеди можем как следует нагрешить, потому что и на следующем таинстве исповеди нам опять все это отпустится. То есть Божья благодать, она, так сказать, безмерна, Господь любвеобилин, и вот Он, сколько ни приходи, Он все прощает. Поэтому от исповеди до исповеди можно жить буквально в каком хочешь распутстве. И вот это, кстати, страшная ловушка. Почему? Потому что когда человек привыкает грешить, он уже потом просто без этого не может. А исповедь становится какой-то такой внешней формальностью для успокоения совести. Но жизнь-то его не меняется. Вот он грешит, грешит, пришел там, пожаловался на самого себя батюшки. Вот я такой и сякой, как мне плохо, батюшка его утешил. Мол, ничего, Господь милосерден, покаялся, слава Богу, грех отпустил. Он пошел и опять так же живет. И в итоге такой человек обманывает сам себя. То есть не прикладывая внутренних усилий, он как раз Божью благодать, как пишет апостол, обращает в повод к распутству. И в этом смысле он действительно отвергается Господа нашего Иисуса Христа. Ведь Господь за нас кровь пролил. Для чего? Для того, чтобы мы очистились от этих грехов и опять не возвращались к ним, чтобы мы не становились опять распинателями христовыми. А мы как бы очистили, потом идем и опять распинаем его. Вот что страшно. То есть вот и тогда уже, как говорит он, вкрались некоторые люди, то есть как бы вкрались, как некоторые лазучки, или как змея вот вползает в помещение через какую-то там узкую щелочку. Вот они вкрались, и они благодать обращают в повод к распутству. И апостол дает нам очень строгое напоминание. Вот понимаете, если читать без таких комментариев, то получается так, что мы как бы пробегаем славами и не поймем, о чем идет речь. А вот если рассматривать каждый стих, то да, тут уже открываются более такие устрашающие вещи. Вот он говорит, «Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверовавших погубил». О чем идет речь? Вот Господь, помните, посредством Моисея выводит народ из плена египетского. И мы там читаем, что 10 казней, да, вот, конечно, египтяне, они вели себя несправедливо, всячески там издевались над израильтянами. И то такие казни там, то мухи-песи, то там вода в кровь, то жабы там совсюду лезут, и в квашнях там они, и в постелях, и везде сил нет, и так далее. И мор, моровая язва, и в конце концов, вот, каждый первенец умирает у египтян, то есть страшные такие казни, а Господь свой народ выводит как бы неких таких избранников, проводит сквозь Красное море, туда за ними войско фараоново, и тоже тонет фараоново войско, то есть волны замкнулись, а народ выведен, да, получается, что как вот по маслу все такое идет. А на самом деле нет, братья и сестры. То есть Господь благодатью своей, да, Он может вывести тебя вот из любой беды, но если ты живешь как попало, то и тебя Бог накажет, и накажет еще хуже. Да, Он египтян потопил в Красном море, там первенцев погубил, каждый получил заслуженное, но что стало с этим народом? Да он весь полег в пустыне, он вышел из египетского плена, но до обетованной земли так и не дошел. Точнее, они дошли, испугались, что там слишком сильные, так сказать, воины, и побоялись вот сходу как бы идти, и за это они были наказаны 40-летним странствам, и все практически, почти все умерли, умерли в этой пустыне. То есть те, кто родились в Египте, умерли в пустыне на пути между Египтом и обетованной землей. То есть Господь кого призвал, если ты ведешь себя недостойно, не доверяя Богу, да, как попало, вот, и благодать Божию обращаешь в повод к распутствию, то и тебя Господь погубит, как погубил тех израильтян, потому что христиане – это избранное, да, тоже племя Божие. Господь через таинство крещения освободил нас от плена дьявольского. Но если мы будем постоянно роптать на Бога и вести себя тоже, не пойми как, то и мы все поляжем в духовном смысле, не дойдя до обетованной земли, то есть до Царства Небесного. Еще он упоминает и ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд Великого дня. Ну, на самом деле, есть много толкований этого стиха, если посмотреть другие толкования, то вы увидите, как они объясняют этот стих, но я все-таки буду конкретно привязывать только к тому, что сказано, без лишних подробных таких красочных картин. Мы видим, что ангелы, да, ведь ангельское достоинство – это высочайшее достоинство, абсолютная такая чистота, как говорил Григорий Богослов, ангелы – это вторые светы. Но некоторые ангелы не сохранили своего достоинства быть вторыми светами. То есть первый свет – это Господь Бог, это не тварный свет, а не отражение этого света. И вот некоторые не сохранили этого достоинства и как дьявол уклонились, захотели сами быть богами. И отпав от Бога, они оставили свое жилище, и поэтому они соблюдаются уже на суд Великого дня. Вот эти вечные узы, мрак, мрак их – богоборчество. Это богоборчество тоже есть узы. Да, то есть даже если достоинство высокое, как у ангела, оно не гарантирует, что ты спасешься, понимаете? Если ты ведешь равноангельную жизнь, то посмотри, и ангелы пали. Так что не будь самоуверен. «Как Содом и Гамора и окрестные города». А это получается, то есть тут пример как бы из жизни богоизбранного народа, из жизни ангелов, а тут самое такое, как бы антитезы, да, то есть глубочайшее падение. Полная такая антинравственность. Содом и Гамора и окрестные города. Подобно им, блудодействующие, ходившие за иною плотью, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример. Знаем мы это наказание, что сверху пролился огненный дождь, серо с огнем, да, эти города погибли. Так точно будет и с теми мечтателями. Ну, то есть те, которые не принимают священное слово, веру, изначально преданную святым, да, то есть не притерживают священного писания и предания, а те, которые в христианстве становятся мечтателями. А вот я, скажем, считаю, говорят они, что Господь, Он вообще там всех прощает и так далее. И с теми мечтателями, которые скверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти. То есть те, кто живут нечисто, нецеломудренно и все время порицают вышестоящих. То есть сам живешь, ну, извиняюсь за выражение, там, дрянь-дрянью, а все равно порицаешь другого. Понимаете, вот во всем виноват другой. Ну, кто? Начальники виноваты, правители, соседи, жена, ну, кто-то кроме меня, так сказать. И вот это самообман, и с такими людьми будет тоже достаточно все очень жестко, Господь очень жестко вразумляет. Здесь вот апостол Иуда, он именно предостерегает вот именно такой дерзости, понимаете, когда злословят кого-то другого, да, вот не замечая своих собственных грехов. И в пример, дальше апостол приводит, это взятое из предания. В Священном Писании, в известном нам каноне, мы не найдем этих слов, но это из древнего предания, которое отчасти запечатлелось в некоторых апокрифических текстах. Апокрифические – это не значит, что они полностью там какие-то лживые, еретические. Нет, это значит, что было какое-то предание, которое там запечатлелось, но в то же время люди что-то добавили в эти книги и что-то свое. То есть там есть предание священное, а есть и какие-то человеческие измышления, поэтому они не вошли в канон. Но все-таки часть предания там есть, и Святой Апостол пишет, «Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал, да запретит тебе Господь». Вот тут что нам известно? Ну, Иосиф Флавий тоже это приводит, и некоторые другие книги, такие вот апокрифические уже, что когда умер Моисей, ведь он умер так, что тело его не было явлено народу, то все-таки поскольку Моисей был особым избранником Божиим, то при его окончании присутствовал Михаил Архангел. И даже есть такие вот, ну, отчасти живописные сказания, что Михаил Архангел приготовлял ложи для тела Моисея, и вот когда почил Моисей, то является дьявол и говорит, что я претендую на тело, вот почему ты не имеешь права, Михаил Архангел, здесь находиться, потому что Моисей не был человеком безупречным. Он убил египтянина, то есть Моисей убийца получается. Он, когда уже был призван, ввел народ, иногда тоже проявлял малодушие и чуть ли не до ропота доходил. Ну, до ропота он не доходил, но где-то вот неточность такая вот в исполнении воли Божией, когда сказано было, ты скажи слово, и будет вода этому народу, а он ударил два раза пособом, как бы выражая недоверие слову Божию. То есть где-то у него тоже такие вот колебания внутри были. То есть Моисей не безупречный, как и всякий, собственно, человек. То есть вот я претендую на его тело. Для чего нужно было дьяволу тело Моисея? Ну, тут разные версии. Одна из версий та, что он хотел как раз вот явить народу тело Моисея, чтобы люди стали обожествлять самого Моисея, поклоняться его телу, а люди в то время, они слишком впадали вот в поклонение чему-то вещественному, да, в такое языческое. Когда мы, почитая мощи святых, то для нас не становятся идолом и стуканом мощи какого-то святого угодника, а они как храмы Духа Святого. То есть в них обитает благодать Божия, и посредством мощей святых мы на самом деле приобщаемся к Божьей благодати, и мы обращаемся поэтому тоже посредством святых к Богу. А вот дьявол пытался, в любом случае, ради чего бы он не просил тело Моисея, не на добро он просил. Но архангел Михаил не стал бросаться какими-то злыми словами, злословить его. Он сказал просто вот «да запретит тебе Господь». И вот таким ответом, именем Божиим он воспрепятствовал дьяволу. «А сии злословят то, чего не знают». То есть он говорит, про что вот апостол говорит, что даже Михаил Архангел, когда ему явился дьявол, он никакими дурными словами не бросался, а просто сказал «да запретит тебе Господь, все, я не хочу тебя слушать». А люди, будучи очень-очень грешными существами, начинают кого-то злословить, кого-то поносить, ругаться злыми или даже скверными, матершинными словами. И тот, кто злословит другого, он тем самым зло поселяет в своем собственном сердце, потому что слово исходит из сердца. Если из нашего сердца исходит злое слово, значит зло внутри нашего сердца, значит мы сами стали вместе с дьяволом. Поэтому не надо злословить других, сказанное «сии злословят то, чего не знают», потому что мы зачастую не понимаем действий другого человека, из чего он исходил, почему он так поступил. И в конце концов, когда мы очень быстро на самом деле достигнем конца своей жизни, мы выйдем из тела, с удивлением вдруг обнаружив, что мы в ней тело, и окажется, что мы не за других отвечаем, не за каких-то там начальников, руководителей, соседей, родственников, не за людей, которые нам досаждали, а мы отвечаем за собственную жизнь, и мы увидим, как же, собственно, мы жили, а что, собственно, у нас накопилось в сердце. И апостолы вот как раз от этого предостерегают, что вот «сии», то есть те, кто, вот эти нечестивые люди, «злословят то, чего не знают, что же по природе как бессловесные животные знают?» Что знают бессловесные животные? Ну, посмотрите, точнее, даже не надо смотреть, как там они очень быстро что-то стащить, сгрызть, где-то там спариваются друг с другом, не учитывая никаких, так сказать, мер приличий, потому что они бессловесные животные. Вот так и эти люди, что по природе как бессловесные животные знают, тем растлевают себя. То есть это неспровержение норм культуры, когда плотское начало начинает восприниматься как нечто вполне само собой разумеющееся, приближение к бессловесным животным. Горе им, потому что идут путем Каиновым, Каин, который убил брата своего, коварно поступил, по зависти. Предаются обольщению мзды, как Валаам, Валаам, которому за деньги его призывали проклясть народ, но он не смог в итоге противиться, но дал, правда, злой совет, чтобы иноплеменные женщины обольстили сынов Израилевых. И в упорстве погибают, как корей. Корей – это история шествия как раз народа израильского уже в 40-летнем странстве, когда Корей и некоторые другие еще его сподвижники, они возмутились против Моисея и говорили, ну, кто нас ведет, какой-то там косноязычный, гугнивый вождь, не настолько волевой, не настолько величавый, и они хотели тоже получить некую часть власти. И тогда произошло испытание, и Корея и его сподвижники провалились буквально в землю, были охвачены огнем. То есть вот участь тех, кто посягает на незаконную, незаслуженную ими власть, таковые бывают соблазном на ваших вечерях любви. То есть вот эти люди, которые и вовсе не являются по духу христианами, но хотят нажиться от христиан, они вступают в христианские общины. А что совершалось в христианских общинах? Это вечери любви Агапы, которые завершались таинством Евхаристии, где друг с другом, во-первых, делились какими-то жертвами, помогали неимущим, и самое главное – это таинство причащения, приобщения к Господу, Иисусу Христу. А вот таковые лжебратья бывают соблазном на ваших вечерях любви, пиршествуя с вами, без страха уточняют себя. То есть они вкрадываются в христианские общины, чтобы нажиться за счет христиан, чтобы просто вот получить себе… Особенно страшно, если вдруг такой человек захочет получить какой-то сан священный и наживаться за счет людей, в какое-то положение среди христиан. Вот от этого и предостерегают святые апостолы. И вообще от лжебратьев, от тех, кто говорит «я христианин, христианин», а живет только для себя, руководимый своими бессловесными страстями, и о всех таковых святой апостол Иуда отзывается очень жесткими, хотя и красочными эпитетами. Это безводные облака, носимые ветром. Безводные облака считалось так в израильских местах, что это буквально такие перистые облака. На самом деле они очень красивые. Когда смотришь, ясное небо, и вдали где-то такие небольшие перистые облака. Но считалось, что они безводные, то есть они не дают ни дождинки. И вот то же самое, когда некие лжебратья, которые могут быть, кстати, очень красноречивы, показывают себя невероятными ораторами, но ничем не поделятся, ничего никогда не пожертвуют. То есть они безводные, ни капли милосердия у них нет. Дальше читаем. «Осенние деревья, бесплодные, дважды умершие, исторгнутые». То есть осенние деревья, ну вот осенью у нас деревья осыпаются, листья, да, но при этом сказано бесплодно. Обычно это должны быть плоды осенью. Но тут, может быть, вот не берусь судить, может быть, в израильской земле там немножко в другое время собирают плоды, но в любом случае про них сказано бесплодные. И сказано дважды умершие. Вот когда наступает зима, то деревья кажутся умершими. Почему? Потому что на них нет зеленой листвы, они как бы безжизненные, но весной они воскреснут, появится вновь жизнь. А дважды умершие, это значит, что они и видимым образом умерли, и на самом деле, то есть корень их иссяк. Как про них сказано, как бы исторгнутые, и с корнем исторгнутые. И вот это вот страшно, когда какой-то человек, он является дважды умершим. Есть два воскресения, две жизни, вот в Священном Писании говорится, что есть, и две смерти есть. То есть какая смерть? Вот бывает смерть телесная, когда мы болеем, у нас же тело истощается, но эта смерть не настолько страшна. Страшна смерть вторая, то есть смерть греховная, когда какой-то человек, он, умирая для жизни вечной, он и не жил никогда для вечности, а вот только для своего эгоизма жил. Вот этот дважды умерший человек, для земной жизни он умрет в конечном итоге, а самая страшная смерть, это духовная смерть. Но есть, мы знаем, два воскресения, то есть воскресение духовное, когда мы воскресаем от грехов, и будущее, грядущее воскресение, когда мы воскреснем и телесно. Но эти лжи-христиане, которые наживаются за счет христианских общин, про них еще что сказано? Свирепые морские волны, пенящиеся с роматами своими. Как и сейчас подчас вот где-то на широком экране, да, или в интернете кто-то вот пенится с роматами своими, как некие свирепые морские волны, да. Еще сказано, звезды блуждающие, которым блюдется мрак тьмы навеки. Что это за звезды блуждающие? Ну, обычно мы видим, что на небосводе каждая звезда, она находится на своем месте. То есть, составляются какие-то созвездия, да, то есть, каждому предмету уделено свое место от Бога. И вдруг оказывается, что некоторые звезды, они не хотят быть на поставленном месте, на положенном, они как бы блуждают, да. Особенно, когда видим и падающую звезду, ну, понимаем, что это может быть небольшое космическое тело, которое вот вторглось в атмосферу, вот оно ярко сверкает, но оно погаснет, понимаете? Вот это тело небесное погаснет. И вот эти вот есть звезды блуждающие, которые в конце концов угаснут и которым блюдется мрак тьмы навеки. Вот такие люди, вот порой смотришь, они даже могут выступать как очень такие талантливые, активные общественные деятели, даже и книги писать, где-то они апологеты, миссионеры, а потом они начинают отделяться от общего строя церковной жизни, выставляют только вот себя, а не сами по себе, как бы вне уже церковной структуры, а потом они вообще начинают выступать как противники церкви, обличать церковь, потом даже кого-то извергают, лишают священного сана, и вот получается тоже вот эта вот как бы падающая звезда, которые, падающие звезды всегда ярко горят, но непременно потухают, очень быстро потухают, им блюдется, вот апостол пишет, которым блюдется мрак тьмы навеки, ну, конечно, если они не покаются. И дальше апостол приводит еще тоже из священного предания, это слова вошли в апокрифическую книгу Еноха, о них пророчествовал и Енох, седьмой от Адама, говоря, «Се идет Господь со тьмами святых ангелов своих, сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которое произвело их нечесть, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники». То есть речь идет о грядущем Божьем суде, явится Господь вместе с ангелами, все предстанут над суд, и нечестивцы, вот эти лукавые, льстивые люди, лицемеры, они будут обличены и не спровергнутся. Еще апостол, ну, понимаете, почему он все вот это вот пишет, чтобы в каком-то смысле пробудить наши души, чтобы мы не поступали так, как они. Что же он говорит? Как нам не надо поступать? Это ропотники, ничем недовольные, поступающие по своим похотям, нечестивые и беззаконно, то есть постоянный ропот, недовольство, такое нытье, вот это не так, то не так, и человек пребывает вот в этом угнетенном, таком пессимистичном настроении, на все ропщит, все время хнычит, ругается, все вокруг виноваты его, и внутри у него какая-то вот мрачная такая, сырая пещера, в которой никакой жизни нет. А если человек вот, понимаете, надо вот выкинуть эти мысли и от сердца начать молиться Господу, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Молитва, она очищает душу и уходит ропот. Почему? Потому что мы понимаем, что все, что посылает нам Господь, это для нашего блага, и жизненной неприятности, и скорби, и испытания. Даже если где-то мы не устояли, где-то мы сорвались, вспылили, то и через это Господь нам, это благо тоже, Он показал на нашу немость, чтобы мы работали над собой, и не нужно после этого впадать в какой-то ропот. Уста их произносят надутые слова, они оказывают лицеприятие для корысти, то есть они могут кого-то и похвалить, но ради своей выгоды. Но вы, возлюбленные, помните предсказанные апостолами Господа нашего Иисуса Христа, они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. Это люди, отделяющие себя от единства веры. Вот вера наша, это единая, святая, соборная, апостольская вера, которая сохранилась от апостольских времен, и когда читаешь святых отцов даже, которые жили в разные времена, в разных местах, то мы видим просто дивное единство. И в IV веке, и в XIX веке, скажем, святитель Игнатий Бринчанинов, или святой Иоанн Златоуст, у них одни и те же мысли, та же самая вера. Да и в I-II век, допустим, святой Игнатий Богоносец, он то же самое все говорит, вот это единство веры от самих апостолов до наших времен, но появлялось множество расколов и ересей, и вот от них как раз святой Иуда в своем послании предостерегает. И вот это вот люди, которые отделяют себя от единства веры, о них сказано, душевные, не имеющие духа. Что значит? Что они могут быть, конечно, душевно такими, вроде казаться крепкими по жизни, да, ну бывает так, что человек крепкий душой, а духовности в нем нет. Духовность – это все-таки не душевность. Вот в чем отличие? Ну, душевность, понимаете, это может быть и высокая культура, искусство, да, и начитанность, образованность. То есть человек развивает свою душу, у него огромный багаж знаний, огромный у него кругозор, он даже, может, преуспел в искусстве, знаете, когда Нерон, Нерон был прекрасным певцом и поэтом, и даже выступал на сцене, и когда его свергли, вот он, умирая, Нерон воскликнул, «Ах, какой артист во мне умирает?» Какой артист? То есть вот эти вот таланты, так сказать, они всецело душевные и к духовности не имеют никакого отношения. Если ты посещаешь симфонические, скажем так, концерты, да, или там любые другие концерты, интересуешься искусственно, это все прекрасно, но это только душевное развитие, а духовность? А духовность – это приобщение к Святому Духу. И вот в этом феномен, как раз, допустим, оптинских старцев или преподобного Серафима Саровского, которому некогда было ходить, скажем, по театрам, по каким-то концертам, у него не была такая большая библиотека, художественная литература, он не дал каких-то научных трудов, он там через телескоп не изучал мир небесный, или через микроскоп мир земной, но он, вот к нему как раз все потянулись, и ученые, и к оптинским старцам, кстати, и ученые, и артисты, богатые, бедные, то есть чувствовали, что у них вот есть то, чего не хватает нашему, вроде бы, просвещенному развитому миру, чего не хватает? Духовности, Святого Духа, а где Дух Святой, там умолкают страсти, и злоба, и негодование, и все вот это наше внутреннее раздрание, когда мы не знаем, как поступить, и сами себя терзаем, а человек, стяжавший Святого Духа, он с Богом, и Господь ему все открывает, ради чистоты его сердца, ради его смирения. Вот духовность, рождаемая через смирение, чистоту сердца, есть при общении к Святому Духу, но далеко не все в христианстве духовные. Зачастую мы останавливаемся на душевном уровне. А вы, возлюбленные, насидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, вот как раз о чем он и говорит, что Духом Святым, чтобы через молитву к духовности прийти, сохраняйте себя в любви Божией. Вот бывает так, что человек пришел к вере, и в нем действительно раскрылась вот эта неизреченная любовь, он действительно всех любит, и Бога любит, и ближних любит, и готов там все отдать, и тело свое отдать на страдания. Если вот живет такая чистая, искренняя любовь, но потом проходит какое-то время, и первые чувства угасают. Ну, конечно, любовь – это должно быть не просто чувство, целое состояние внутреннее, некий настрой постоянной души. И наша задача, чтобы мы не угасали. Поэтому сказано, сохраняйте себя в любви Божией. Как правило, когда человек только-только обретает Бога, в нем любовь раскрывается, а потом начинает потихонечку угасать. И это надо как-то возгревать, чтобы сохранять себя, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. И как же нам поступать, если мы встречаем вот таких лже-братьев, или вообще тех, кто ведет себя, ну, не очень хорошо, скажем прямо, апостол дает рекомендации. Тут несколько таких категорий. И к одним будьте милостивы, с рассмотрением. То есть, ну, если вы видите, что человек не специально где-то согрешил, то к ним надо быть, с милостью относиться, рассудительно. А других страхом спасайте, исторгая из огня. То есть, вот, других даже где-то можно, знаете, когда человек вдруг начинает чем-то увлекаться, захочет почитать, допустим, какую-то сектантскую литературу или еще чего-то, то иногда можно прямо вот жестко сказать, что ты же в ад попадешь, чем ты вот хочешь увлечься. То есть, страхом спасайте. Чтобы исторгнуть из огня, иногда нужно как бы вот уши от воды холодной вылить на человека. И есть еще и третья такая позиция, третья категория. Обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью. Ну, тут даже вот, как правило, у всех сразу вопрос, что это за одежда, которая осквернена плотью. Конечно, если брать вот Ветхий Завет, то там в физиологическом смысле понималось такое вот как бы осквернение. И да, вот у нас есть даже как бы молитва от осквернения, и то, что это как бы некое осквернение одежды. Но речь здесь идет больше, понимаете, о духовных таких вещах, что вот есть, допустим, святость в жизни. Святость — это приобщение благодати Божией. И у святого человека у него все становится святым. Прежде всего, святое его сердце. Когда сердце святое, то внутри уже не родится ни одного скверного помысла. Святые его мысли, соответственно, слова его чистые и дела его добрые. Мало того, само его тело исполняется благодатью Святого Духа. Когда ты находишься рядом с таким человеком, тебе мирно и спокойно, потому что благодать Святого Духа проявляется через него. И даже одежда его освящается благодатью Святого Духа. Не будем даже приводить примеры. Таких примеров много, когда, прикасаясь к каким-то святыням или к мощам святых угодников, люди исцеляются, получают просимые. Кто-то освобождается от страсти, винопития, курения, наркомании. Много таких случаев. Исцеляются от безнадежных каких-то болезней. То есть, бывает одежда, освященная благодатью Святого Духа. А бывает так, что человек, вот он вел крайне греховную жизнь, или, скажем, какой-нибудь колдун, посвятивший себя дьяволу, и вот он перед смертью мучается, не может умереть, и вот хочет кому-то передать свою темную вот эту силу, фактически одержимость передать, и говорит там, вот, внучок, пойди-ка ко мне, я тебе там дам кое-чего. Вот не надо никого пускать к умирающим колдунам. И вообще, те, кто ведут слишком греховную жизнь, у них все становится скверным. И даже самые одежды их, как бы, пропитываются грехом, да. Если они живут в обнимку с дьяволом, то понятно, что дьявол там скачет у них по плечам, да, и тело их, да, и одежда их, они тоже пропитываются такой вот демонической силой. Поэтому и нужно, как бы, этого гнушаться и побольше стараться общаться с благочестивыми людьми. Ну, братья и сестры, вы особо, конечно, вот сейчас ввиду сказанного так вот не пугайтесь. Христианин, он всегда защищен от благодати Святого Духа, вот просто осенить себя крестным знаменем, когда куда-то идете во имя Отца и Сына, и Святаго Духа, аминь. И никто ни через какую одежду вам ничего страшного не передаст, то есть лишний страх и излишний. Апостол Иуда завершает свое послание так. «Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славою своей непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа Господа нашего слава и величия сила и власть прежде всех веков, ныне и во веки, и во все веки. Аминь». Думаю, что на этом мы уже не будем какие-то давать комментарии, на этом мы остановимся. Самое главное, братья и сестры, хранить свое сердце чистым, не роптать, о чем призывает нас, к чему призывает нас Святой Апостол, быть довольными тем, что Господь нам попускает, и хранить ту веру, которую Господь передал через Апостол и которая сохранилась вплоть до наших дней. Аминь. Храни всех, Господь, дорогие братья и сестры. Субтитры создавал DimaTorzok